Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В небольших, но уютных помещениях есть все необходимое. Звучит музыка, работают буфеты. Люди идут с семьями. То и дело возникают вопросы о порядке голосования. У секретаря комиссии целый список пенсионеров, которые по тем или иным причинам не смогли прийти на участок. К ним приедут домой, где они и проголосуют. Активные и наблюдатели. Есть уверенность, недочеты здесь исключены. А с некоторыми избирателями мы решили побеседовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Вот сегодня вы проголосовали. И за кого? Если не так расскажите, пожалуйста. Спасибо большое. Я проголосовала с удовольствием за Назира Загитовича. Прекрасного я хорошо знаю. Он очень много внимания уделяет благоустройству поселка, населению. Поэтому с большим удовольствием дала голос свой. Дай Бог ему здоровья, рабоспособности на благо нашего поселка и народа. И за Юрия Гавриловича Пензина дала с удовольствием голос. Тоже его знаю прекрасно. Неутомимый человек может за таких голосовать. Дай Бог им здоровья. Пусть живут и работают на благо нас. А вот в законодательную палату как педагог со стажем, наверное? В законодательную палату я немножко подумала, потому что незнакомые. И прочла за первого кандидата, что он знаком с правилами законопорядка. И я решила за Валюлина дать свой голос. Думаю, знает порядки. Может, что-то будет для нас это лучшее. В день выборов мы побывали в избирательных участках, расположенных в музыкальной школе, кинотеатре «Дружба» в средней школе номер 5 на элеваторе. Надо отметить, что характер выборов по сравнению с прошлыми годами изменился. Люди сегодня нередко голосовали не за личность кандидата, а за его платформу. То есть старались заблаговременно до 5 марта ознакомиться с предвыборной программой каждого из кандидатов, что свидетельствует о повышении политической культуры наших граждан. И все же нужно отметить активность людей пожилого возраста, наших пенсионеров, тех, кто привык незамедлительно откликнуться на просьбы своего руководства, тех, кто более всего ощущает себя по сей день гражданином своей страны. «Всю жизнь ходил на выборы, пришел выполнить эту обязанность и сегодня», — сказал мне один из пенсионеров. И все же самыми дисциплинированными избирателями были и остаются сельчане. По лодню проголосовали уже более половины сельских избирателей. Этот день, Селестяк, превратился в настоящий праздник. Вот что нам сказал председатель избирательной комиссии Хузин Винарис Максумович. «Я председатель избирательной комиссии номер 797. Это Истякский сельсовет. К нашему населенному пункту сносится село Истяк, деревня Банебаш и подсобное отделение совхоза завода. Всего у нас избирателей по списку 397. На данный момент, сейчас 10 часов время, по сводкам проголосовало уже где-то 170 человек. Это где-то 25 процентов. Ну, как сказать, выборы идут нормально, в спокойной обстановке, никаких эксцессов, ничего не было. Люди с пониманием относятся к выборам. С пониманием. Еще что я хочу сказать. Хочу отметить работу агитаторов. Это важная роль. Они сыграли агитаторы, то они правильно объяснили народу, населению. Вы думаете, выборы состоятся? Ну, судя по району, я не могу, но по нашему сельсовету я могу гарантировать, что да. Спасибо. Конечно же, среди избирателей были и те, кто скептически оценивает возможность своего влияния на ход событий в республике, районе. Один из молодых избирателей, который не пожелал нам представиться, сказал нам о том, что пришел проголосовать против всех кандидатов. Но таких, как показал результат, было мало. А я все же надеюсь, что, отдав свой голос за одного из кандидатов, помогу всем нам свернуть с неверной тропы развала и хаоса, чего мы никак не можем оставить в наследство нашим детям, выразил надежду пенсионер Гарипов. В том, что выборы состоялись, конечно, немалая заслуга избирательной комиссии, администрации города, которые, пройдя большую работу, отлично организовали как предвыборную кампанию, так и проведение выборов. 5 марта на всех участках работали буфеты, цены которых зачастую были ниже магазинных. Так что народ мог выбирать не только депутатов. Фикус Нариханович, прошел один час времени, как открылись урны в избирательных участках. Конечно, согласно закону, многие сельские, в основном, участки имели право раньше провести подсчет голосов. Можно ли какие-то итоги подвести в настоящий момент? Предварительные итоги? Предварительные итоги можно подвести. Можно сказать, что в районе выборы состоялись практически во всех избирательных участках. Все депутаты, по нашим данным, по всем округам, по выборам городской совет будут избраны. И также депутаты государственных собраний. По этим вопросам у нас проблем не будет. Но есть несколько вопросов по отдельным сельским советам. Кое-где придется еще провести повторные выборы. Это уже через где-то два месяца придется. А пока мы еще продолжаем прием документов. Буквально через, может, полтора-два часа все данные будут известны. И, наверное, известны будут имена депутатов, палату представителей, законодательную палату государственного собрания Республики Башистан. Так? Через два часа мы конкретно узнаем. Итак, выборы в нашем городе и районе состоялись. Депутатами палаты представителей Государственного собрания Республики Башистан избраны Зиазов Назир Загитович, глава администрации города Янаул и Янаульского района, Пензин Юрий Гаврилович, начальник нефти и газодобывающего управления Краснохолмснефть. Депутатами законодательной палаты Государственного собрания Республики избран Валиуллин Митхат Мансурович, заведующий сектором по вопросам законности и правопорядка секретариата Верховного Совета Республики Башистан. Также выборы состоялись по всем 43 округам городской и сельские советы. А в субботу, 4 марта, все было как-то необычно. Может быть потому, что после долгих зимних каникул в небе выглянуло солнце, яркое весеннее. Ну а большинство и на улице, и гостей города праздничное настроение не покидало потому, что на Центральной городской площади была организована большая предпраздничная ярмарка. Ярмарка – это всегда праздник. И особенно приятно, если она организована в первые весенние дни, да еще перед самыми выборами. Эта особенность нынешней ярмарки настраивала на важность и неординарность нынешних выборов. И так на городской площади шумела ярмарка. От веселья ее, от весны, разлившисься ручьями, стал в городе и светлее, теплее и добрее. Все, кто шел на ярмарку, издали приветствовала громкая и веселая музыка. Звучали башкирские, татарские, удмуртские песни. И народ с утра повалил на городскую площадь, где были представлены промышленные, продуктовые товары, товары, перерабатывающие промышленности, заготовительно-производственного объединения. В общем, было на что посмотреть, что приобрести. Государственная торговля была представлена 44 машинами, перерабатывающие промышленность – 9, колхозы и совхозы – 24 машинами. Не остались в стороне коммерческие структуры и частные предприятия. Общебойкая торговля шла с 88 машин. А теперь подробнее о продукции, предлагаемой торговыми точками. Довольно-таки обширной была торговля заготовительно-производственного объединения. В продаже было все, что необходимо многим хозяюшкам, женщинам к празднику. Была и калина, и черемаха, и лекарственные травы, и многое-многое другое. Это при всем при том, что столы были очень красиво украшены. Колбасными изделиями собственного производства торговал Янаульский мясокомбинат. Здесь было представлено 4 вида. Если госторговля предложила в день кулинарные изделия, товары первой необходимости, очень разнообразным был товар колхозов и совхозов. К примеру, колхоз имени Калинина торговал зернофражом, перегноем и соломой, Ленин ела пшеницы, соломой имени Мичурина, поросятами, петухами, яйцами куриными, дружба с соломой и навозом, авангард телятами, зерном, крупой рисовой, правда сеном. Много было мяса. Колхозы имени Максима Горького, Заря, Буйский совхоз Искара представили баранину и говядину. Всего на ярмарке участвовало 12 колхозов. Выручка от ярмарки составила около 60 миллионов рублей. В общем, ярмарка удалась на славу. Расскажите, пожалуйста, как в колхозе имени Куйбышева идет подготовка к весенним полевым работам? Не знаю, что делать? Продолжение следует... 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 Здание, в общем-то, хорошо сохранено. И самое главное, что в этом здании получают дети хорошее образование, учатся, побеждают в конкурсах, в олимпиадах. И поэтому я бы сегодня хотел вас поздравить с большим праздником, с пристроением в школе звания гимназии. Это более высокая ступень. Сказать вам большое спасибо, что вы хорошо относитесь к детям, что вы вкладываете душу в это воспитание детей. И пожелать вам новых успехов и крепкого здоровья. Групповой портрет гимназической класса продолжили юные математики 5-го АБ-класса. Что есть мочи? Учим мы как автоматы. Имена, названия, даты. Парим просто наизусть. Если после урока вроде что ты так одинока и до судьбы скучит, в 5-й Б наш приходи. Многому научишься. В понедельник кружок «Мягкая игрушка». Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, счастливые друзья. Нам весело живется, мы песенку поем. А песенки поются. 26,5 тысяч. Будьте любезны, дайте мне, пожалуйста, этот счет. Это моя задача на завтра. Я ее дома перепишу, а товаром не надо. Надо же подумать, только какой умный гимназист. Вот дисплей, клавиатура, дисковод и принтер. Но учусь программой я писать. И не нужно память загружать. Все компьютер будет до срок. Это пара практиков. Поздравил также преподавателей и гимназистов заведующий Горано Хозин Зикафарсланович. Ведь буквально 10 лет тому назад нам даже не разрешалось изменять учебные планы, учебные программы. Но буквально с приходом инициативной команды под руководством Равказа Демирвайовича Барданова, Министерства народного образования Республики Башбастан, нам развязали руки. Стало возможно применять многие типы усердников, усердных программ и усердных планов. Мне сегодня от имени районного отдела народного образования, от тех директоров, которые присутствуют в этом зале, еще раз хочется поздравить вас с получением статуса гимназии и пожелать вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей нелегкой работе. Слово для поздравления также было предоставлено председателю совета школы, начальнику УТТ Хабибову Инзиле Факимовичу. А потом на сцену были приглашены гимназисты с 7-го Б-класса. Мы молодые математики Янаульской школы-гимназии. Директор школы-гимназии наш любимый Ханив Харисович. А помните, ребята, как наш директор заболел идеей о гимназии? Всех учителей заразил, а детей тем более. И вот небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг. Видишь, леет над Янаулом школа-гимназии первый флаг. Хорошо быть гимназистом. Хорошо быть гимназистом. Шаг уже и спецкурсия. У нас теперь все иначе. Собираюсь я по крышам погулять, Ведь только из дождя она и снега. Прихочем для рисования играть, На краски попрошу, жаль мы у неба. Я по крышам, как по площади пройдусь, По знакомых голубей они катали. Придулюсь, что спорю на их грусть, А не во петь помажут мне властами. На крыше, на крыше, растутся поближе. На крыше, на крыше, растутся поближе. Я в крыше, я в крыше поближе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детям и сыну вышли самые старшие гимназисты 11-го Б-класса. А что такое презентация? Сэр, это нечто новое. Плюс грандиозный банкет. Конечно, огромное количество подарков. И красивые, очаровательные... Друзей он хотел сказать. Джентльмены, а что мы тут стоим? Мы представляем нечто новое. Неординарное. Оригинальное. Мы представляем и приветствуем... Мы приветствуем всех тех, кто пришел на наш праздник. Мы приветствуем наших гостей. Ведь в Коране записано, что гость, пришедший в дом в священный месяц Ромазана, является посланником пророка Мухаммеда и приносит в дом радость и счастье. Сегодня у нас праздник. Ровно два года назад мы стояли у истоков гимназии. А что такое школа гимназии? Это значит, это очень много новых предметов. Много информатики. Много рисунки. Много научных мыслей. А все остальное... Цифры, цифры, цифры... И постоянное небосыкание. Постоянная отмена свиданий. И вот, уже в течение трех лет мне снится один и тот же сон. Как я кого-то опаздываю. Проснись, Александр. И жизнь прекрасна. И нас окружает. В мире, где кружится снег шарной, Где моря гросят круглой волной, Где подолго-долго ждем порой мы весь. Что будет разумно? Сейчас нужно верить каждому из нас, Нужно верить каждому в то, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, Женщик, это мир не пошла. Мы прошли, когда утром, Душа, это мусора, У меня не хватит любви. Все интересные идеи зарождаются в ходе творческой работы с детьми в тесном сотрудничестве с научными обществами, с высшими учебными заведениями. Как сказал Ханев Харисович, коллектив школы и впредь будет внедрять все, что будет полезным и нужным для воспитания разносторонние развитые личности. Мы не идем по протаренной дороге, будем экспериментировать, учиться на ошибках. Все наши действия в конечном счете направлены на то, чтобы и обучение, и воспитание в школе-гимназии отвечали самым строгим современным требованиям. Давайте же пожелаем администрации школы, коллективу преподавателей успеха в работе, крепкого здоровья, благополучия во всем, а учащимся хорошей учебы. ВИВАТ Гимназия. ВИВАТ.